Медсестры областного центра психического здоровья Юлии Никите, которая ценой жизни спасла несколько десятков пациентов лечебницы, присвоит звание Герой Украины. С таким обращением будет ходатайствовать к президенту страны нардеп Сергей Кивалов. Соответствующее решение утвердили на заседании ученого совета Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Напомним, трагедия в больнице произошла ночью 10 июня, погибли 7 человек. Однако, если бы не самоотверженность Юлии Никиты, жертв было бы гораздо больше. На повестке дня ученого совета Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета один вопрос. Погибшая на боевом посту медсестра центра психического здоровья Юлия Никита должна быть представлена к высшей государственной награде. Инициативу президента вуза народного депутата Украины Сергея Кивалова на заседании поддержали единогласно. Кроме того, поддержка обращения в администрацию президента была получена и на встречах народного депутата с трудовым коллективом медицинского дома «Одрекс», Одесского областного медицинского центра «Больницы водников», а также руководителями медицинских учреждений города и области, которые состоялись ранее. «Сегодня вся, не только медицинская общественность, но и все в городе, в нашей, в области обсуждают героический подвиг Юлии Александровны, которая в то время находилась вместе с больными и своими героическими действиями спасла десятки людей, которые практически не могли двигаться. Это седьмое отделение психической больницы. Там находились люди пожилого возраста, участники Великой Отечественной войны, участники АТО и многие другие, которые самостоятельно двигаться не могли». В коллективе Юлия Никиту охарактеризовали как высокопрофессионального работника, ответственного, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь другим. Эти качества проявились во время трагических событий, которые произошли на территории Медицинского центра психического здоровья две недели назад. Юлия Александровна, рискуя жизнью, раз за разом входила в горящее здание и помогала найти выход больным. Одна из таких попыток закончилась фатально для самой Юлии Никиты. Она погибла, исполняя свой профессиональный гражданский долг, спасая жизни других. «Благодаря Сергею Васильевичу и ученому совету, который собрался в гуманитарном университете, благодаря ему произошло то, что мы, может быть, самостоятельно не могли сделать, как коммунальное предприятие, как лечебное учреждение, а благодаря ученому совету, благодаря ученым мужам мы сможем обратиться и в областной совет, и к администрации президента с вопросом о присвоении посмертно нашей медицинской сестре звания Героя Украины». «Я хочу поблагодарить в первую очередь Кивалова, Сергея Васильевича и весь коллектив Международного гуманитарного университета. Очень всем большое спасибо. Я думаю, что поступок маме достоин. Я хочу, чтобы знали все. Дети, внуки у нее есть. Она привыкла к родным, не знаю, она там приходила, то штаны там зашивала, то приносила еду какую-то. Они все там, я приходил когда к маме, они все там ждали, любили очень, ждали, когда есть смена, когда она придет поскорее. Ну, такое отношение было к ней. И она к ним точно так же относилась». На заседании ученого совета отметили, что присвоение Юлии Никите звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая звезда» посмертно будет свидетельством признания украинским государством личного героизма, который проявил медицинский работник. «Мы неравнодушны ко всему происходящему. Мы выразили волю всей медицинской общественности и обращаемся сегодня к президенту Украины, чтобы он присвоил Юлии Александровне самое высокое звание, которое есть в нашей стране, звание Героя Украины. Это настоящие герои. Вот это признак мужества и героизма. И я думаю, что решение ученого совета, медицинского института Международного гуманитарного университета будет поддержано». «По инициативе народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова мы выдвигаем кандидатуру Юлии Александровны на ходатайство по присвоению президентом Украины звания Героя Украины. Мы гордимся каждым днем нашими врачами, которые ценой своих усилий, своей жизни спасают жизни людей».